здравствуйте меня зовут Фёдор Васильев и в этом уроке мы с вами поговорим как вывести на нашем сайте интернет-магазине модуль последних товаров или новинок вот здесь сейчас вы сбоку видите вот такой модуль где я вывел три товара также в настройках можно контролировать сколько товаров вывести также из этого модуля можно сделать и карусель товаров если мы выберем карусель сохранимся обновимся то у нас появится вот такая карусель где автоматически у нас будут сменяться товары также можно перелистывать вручную по нажатию вот на эти стрелочки и если я навожу на товар товар останавливается не прокручивается мы можем перейти внутрь кликнув по картинке или по заголовку и переходе внутрь товара также контролируется вот эта вот скорость перехода от одного товара в другой а давайте такой модуль установим к нам на сайт заходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер расширений заходим в дополнительные материалы в папку jumelkasa и находим вот такой вот модуль перетаскиваем загрузить и установить модуль нас успешно установился давайте перейдем к нему расширение менеджер модулей и вот он на самом верху новые продукты назвать его можете как угодно новинки или новые продукты позицию давайте выберем сайт барбэ это у нас состояние опубликовано сразу сделаем привязку только на указанных страницах как правило такое указывается только на главный но вы можете здесь на свое усмотрение я оставляю на главный все у нас остались теперь только разобрать настроечки здесь до 1 макет списка можно выбрать по умолчанию блоге карусель но карусель вы уже видели в принципе я предпочитаю чтобы возил с блогом давайте поставим блоге как только выбираем блоге у нас появляется еще два параметра продуктов в строке в одной строке грубо говоря в колонке до выставляем один то есть видите у нас по одному товару в колонку идет вот они тянут у нас просто здесь место больше нет чтобы разместить несколько до в одну строку скажем если бы модуль размещали где вот этот вот слайд то здесь можно было бы так сделать ну например три или четыре товара поэтому здесь выбираем один высота блога я делаю как у меня в демо 280 пикселей тут уже несложно индивидуально подобрать размер двигаемся дальше категория продуктов посмотрите выберите категории продуктов из которых следует отображать то есть если у вас есть определенные какие-то задачи вывести из каких-то определенных категорий товаров здесь можно указать несколько категорий точнее столько сколько вам нужно я здесь выставлять ничего не буду вот порядок показа последние созданные первыми ну соответственно последние добавлены продукты на магазин отображаться будут у вас в этом модуле как раз подходит для отображения новинок количество продуктов сколько будет отображаться продукта в данном модуле я выставлю 3 можно отсортировать по фильтру акции скидка и хиты по производителю принципе я здесь ничего не заполняю движемся дальше заголовок продукта конечно же да это у нас вот заголовок продукта они здесь отображаются формат заголовка можно назначить теги я оставлю нет обрезать заголовки если длинный до обрезать изображение продукта конечно же да потому что это вот это наше изображение без него никуда показать и сразу нас выезжают дополнительные поля в данном случае подходит 150 на 150 высота и ширина изображения позиция изображения сверху выравнивание изображения по центру как ссылка изображения да можно перейти будет в товар по клику по изображению то есть так как и по заголовку можно перейти и по изображению я считаю что лучше выставлять до движемся дальше описание продукта но тут на усмотрение я не показываю стоимость продукта показать можно без скидки ну в подсказке здесь все написано показатели скрыть стоимость продукта без скидки если скидка есть здесь смотрите на ваше усмотрение я ставлю показать размер текста стоимости продукта можно выставить размер я оставляю 16 как есть цвет текста здесь можно выбрать цвет данного текста показать или нет кнопку подробнее я не показываю разделитель показать поставим это у нас вот такая вот тоненькая линия разделяет изображение заголовок и цену и здесь уже цвет разделителя и выбрать сплошная линия и еще два вот варианта есть точками там еще какой-то так давайте сохранимся и посмотрим на наш сайт вот у нас модуль вывелся проверяем да действительно три продукта и действительно последний до который добавила давайте рассмотрим карусель продуктов строке оставляем 1 интервал это вот миллисекундах это скорость автоматическая смена товаров чтобы продемонстрировать что все работает поставлю 1000 миллисекунд сохранимся обновимся вот у нас с вами все работает стрелочки вот эти точки если не нужны здесь показывает да сколько у нас товаров в карусели и показывает какая из них сейчас открыты до серым цветом отображается если они не нужны индикаторы слайда вскрыть сохраняемся обновляемся они исчезают то есть если вам нравится так больше можно оставить так только скорость давайте поставим 2000 попробуем чтобы помедленнее они у нас перелистывались вот таким вот образом даже еще можно побольше поставить например 3000 обновляемся так уже лучше ну и позиция этого блока если вы хотите отображать ниже меню я уже два раза показывал как это делать думаю что нет смысла показывать это действие снова поэтому здесь в этом уроке все и увидимся в следующем